Все здравствуйте, мы продолжаем наши уроки еженедельных глав Торы и Шатра Авраама И сегодня мы начинаем учить главу, которая называется Хаей Сара Переводится это как Жизнь Сары И, ну, если кто-то не знает, что Сара, она была жена Авраама О которой мы говорили в течение первого урока Вот, и мы знаем, что Всевышний заключил завет с Авраамом Вот, символом этого завета стало обрезание У Авраама было изменено имя И вот я хочу немножко на этом заострить внимание Потому что звали его Аврам А стали называть его Аврагам То есть в его имя была добавлена вот эта буква Гей Буква с имени Всевышнего И здесь немножко есть таинство, которое надо понять Есть такое выражение, кто давно уже изучает наши уроки Знает такое слово Гематрия Да, что еврейская буква, она же цифра И вот если слово состоит из нескольких букв То оно также состоит из нескольких цифр И потом эти цифры можно суммировать И сумма вот этих цифр Она имеет тоже такое мистическое значение И объясняет нам наши мудрецы, что когда была добавлена вот эта буква Гей А это цифра 5 То сумма имени Аврагам стала 248 А 248 это число, кто уже знает, число тех запретов Которые Бог определил еврейскому народу Да, 613 заповедей Есть 365 разрешенных действий И 248 запрещенных действий То, что делать нельзя Например, запрет убийства Запрет воровства Ну и так далее Да, о чем это говорит, что Всевышний добавив вот эту букву Он дал Авраму силу Над своими пятью органами чувств Это два глаза, два уха И то, что называется половая распущенность Да Он дал контроль над вот этими чувствами Дал ему силу через вот этот вот завет Обрезание дополнительную букву И он вооружил ему на то, чтобы Аврам стал отцом множества народа То есть дал ему силу противостоять всевозможным соблазнам А что соблазняет человек? Это его глаза, это то, что он слушает Да, иногда надо закрыть уши от сплетен Иногда надо закрыть глаза, чтобы не видеть какие-то вещи, которые тебя Иногда надо И с пятой точкой тоже надо, соответственно, правильно относиться Я хочу немножко личный пример Вот я на этой неделе слышал Ну, случайно мне подвернулось Не часто это слушаю Это как-то случайно попал Интервью одной известного артиста Вот, ну не буду говорить его фамилию, чтобы это не получилось Как просто сама идея Вот слушал интервью артиста Вот настолько поразительно Вот на 50% Ну хороший человек И совесть у него есть В определенных моментах он такие вещи говорит, что Ну даже другие, как бы, далеки от такого Там о семье, там какие-то у него Правильные понимания Ну потом начали задавать ему вопросы Как сказать, о понимании сексуальной жизни И он такое там наговорил То есть у него нет никаких ограничений Ну буквально даже не могу передать все, что он там рассказывал про себя И знаете, я вот задумался Вот насколько в одном человеке, да Может 50% хорошего, 50% плохого Ну на что это похоже? Вот самый простой пример Вот эти запреты Которые Всевышний установил Он говорит, я это свобода Это не свобода Свобода называется то, что в рамках божественного А то, что за рамками Это называется вседозволенность А это можно сравнить, знаете, с чем Ну мне такой пример пришел Вот люди, которые служили Или кино видели про войну Граната Есть граната, есть кольцо И оно как бы цельное И оно тебя оберегает с одной стороны, да И оно полезное явление Но когда оно цельное Но когда человек говорит А я хочу ей пользоваться, как хочу Взял, снял кольцо Да И балуется, и говорит А я так хочу, мне так интересно Сколько? 5 секунд? Знатоки, кто знает, да 3,5 секунды Ему будет интересно А потом все Точно так же вот про этого человека Он не понимает просто Потому что Ну он думает, что так Ему так весело Но пока еще кольцо Он еще не знает, куда он идет И что его ожидает Да Поэтому Всевышний дал Тору И что интересно Смотрите Вот я интересный комментарий На этой неделе услышал Вот что Вот Эдемский сад Да И Всевышний дал человеку все Но что-то он запретил Он сказал Вот этого не делай То есть есть запреты Которые Всевышний запретил Это то кольцо Да И там было два дерева Обратите внимание Было дерево жизни Да А было дерево познания добра и зла И вот есть разные комментарии И я раньше слышал Это тоже комментарии Как мы говорим Они разные Но они оба правильные Что почему Адам с Хавой пошли сразу К запретному дереву Вкусите в начале От дерева жизни И тогда вы увидите Открылись бы глаза Например Да И вы бы увидели Где на одном дереве Где запретные плоды А где разрешенные Ну например Если вот даже интимные отношения Ведь это же радость Бог дал человеку Но он к этому дал инструкцию Как и где Этими пользоваться Интимными отношениями Как получать от этого Настоящее божественное удовольствие И с кем Что можно А что нельзя Например Да И так Тоже относится К приобретению богатства Богатство это хорошо Комфорт это хорошо Но не любым путем Да Украсть у другого Отобрать у кого-то Ограбить Так нельзя Это тоже самое кольцо Да Вот А в этот раз я услышал Интересный комментарий Тоже Смотрите Что Путь к древу жизни Он был через Дерево познания Добра и зла И когда Адам согрешил С хавой Да То Всевышний Что сделал Он их выслал Из Эдемского сада А вот это Древо жизни Поставил охранять Ангела с мечом Да Чтобы они Вот эту силу Вечности Не могли приобретать Почему Человек Который Не отказался От зла Вначале Не отверг Вот это Плоды неправильные Он не может К этому Прикоснуться Да И точно так же Происходит В жизни Человека Когда Человек Живет Как попало И его Жизнь Не цельная А вот От этой Гранаты Она разбита В дребезги Он думает Одно Чувствует Другое Говорит Третье Живет Это четвертое У него Все вот так Вот в жизни То конечно Он не может Черпать силу С чего Все начинается Когда он Принимает Правильное решение То что Называется Раскаяние Он говорит Извини меня Господь За вот этот Хаос И беспорядок Что приди В мою жизнь Я готов Все поменять Говорит Вход открыт Теперь возьми И ешь От этого Древа жизни Что такое Древа жизни Это Тора Которую Мы с вами Изучаем Вот Поэтому Мудрецы Говорят Что тот Кто Начинает Изучать Тору Ему Дают Подкрепление Свыше И в Торе Очень важно Постоянство Поэтому Есть 54 Еженедельные Главы И когда Человек Постоянно Течет В этом Сюжете Он Интересуется Это не так Трудно Как кажется Надо просто Видеть важность Этого И попробовать Войти Вот Во все Эти Смыслы Применить Это К себе И вкушать Вот Эти Небесные Силы На Свою Душу На Своё Тело И на Окружающих Нас Людей На Все Да Вот И мы Сегодня Поговорим Вот Мы же Говорили Авраам Про Авраама Но у него же Была Жена Его Сара И мы Видим Что они Вместе Вышли Из языческого Прошлого Да Потому что Авраам Жил Родился В семье Идала Поклонника В стране Идала Поклонство И все Вокруг Него Было Безбожно Почему Еще для нас Это важный Пример Потому что Часто люди Говорят Ну Мне уже Столько То лет И В школе Меня Не учили Мне говорили Что Бога Нет В семье Говорили Что Бога Нет И мне Уже Все Поздно Так вот Как раз Не поздно Никогда Никому Не поздно Никогда Никому Не поздно Вот Потому что Авраам Сарой Так же Само Они Выросли В языческом Мире И потом Когда они Поняли Что существует Всевышний И что Он Всем Управляет И что Все От него И что С ним Надо Строить Отношения Да То Сара Так же Само Поддержала Своего Мужа И мы Сегодня Поговорим Немножко О Саре Вот Так как Глава Называется Хаей Наши мудрецы Усматривают Что она Называется Жизнь Сары Хотя В ней Говорится О смерти Сары И больше Ни одного Слова Про Сару Но так как Эта глава Называется Мы сегодня Уделим Внимание Ее личности Вот Потому что Мы видим Что Сара Помогала Аврааму Во всем И его жизнь Как бы Была бы Его служение Все что Мы о нем Говорили Невозможно Без нее Да И сразу Хочу Как бы Несколько Мифов Таких О женщинах Развеять Это навеяно Сегодняшним Временем Что ну Например Что женщина Слабый пол Да Ну некоторые Так считают Я говорю Такие Современные Мифы Которые Витают Сегодня В нашем Обществе Женщина Слабый пол Ну и что Она не способна На какие-то Достойные Поступки Что мужчина Это да А женщина Не способна Я сразу Говорю Что это мифы Я против Этих всех Явлений Вот Следующий Миф Что женщина Это домохозяйка Ну Дело Мужчины Это Внешний Как говорится Мир А женщина Она в доме Самое главное Это воспитывать Детей Это Варить Еду Семье И что Это Такой миф Тоже Существует Даже Многие Женщины Так Считают И тут Опять Надо понимать Где 50 на 50 Во всем этом Есть доля Правды Но это Только Доля Правды Нам важно Видеть Весь Спектр Весь Спектр Явления Следующее Более Современное Такое Явление Как бы его По-русски Женщина Ну Цаца Да Такой Как Барби Вот даже Куклы делают Такие Барби Ну С детства Девочкам Внушают Как бы Какая Должна Быть Девочка Да Вот Они Во-первых Все Одинаковые Вы Заметили Все Такие Ну Что-то В них Есть Одинаковое Это Отражается Сегодня На Молодежи Вот Посмотрите Как Сегодня Это Приходит Явление В Нашу Жизнь Да И Здесь Надо Навести Порядок Потому Что Красота Это Хорошо Все Вот Эти Явления Хорошо Но Интересно Говорила Мама Царю Шлома Такие Слова Что Красота Обманчива А Прелесть Суетна Да Прелесть Суетна Вот И Важно Как Комментаторы Объясняют Что Такое Красота Обманчива Царь Шлома Даже Пример Такой Приводит Он Говорит Это То же Самое Что Свинья Ей Деть Золотое Кольцо В Нос То есть Она Красивая Но Она Свинья Так Женщина Которая Красивая Но Не Богобоязненная То есть Красота Это Хорошее Явление Но Красота Должна Быть Подтверждена Качеством Души Качество Души Это Богобоязненность Так Мама Советовала Своему Сыну Царю Соломона Самому Мудрому Царю На Земле А что Такой Прелесть Суетно То Объясняет Нам Наши Комментарии Когда Вот Это Явление Было Придумано Это Было Придумано Еще После Потопа Или Даже До Потопа Из-за 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 Этого Пришел Потоп Потому Что Женщины Научили Сделать Собой Определенную Красоту Наводить Для того Чтобы Соблазнять Других Мужчин И Она Говорит Что Прелесть Такая Она Суетна Она Ни к чему Хорошему Не придет Но Женщина Боящаяся Бога Она Достойна Похвалы То Как бы Главное Качество Это Не Отменяет Ни Красоту Ни За собой Ухаживание Все Что Сегодня Люди Уже Открыли И знают Но Одно Не должно Отменить Другое Вот И мы Можем Увидеть Что Как раз Сара Она Была Как раз Такая Женщина Потому Что Сказано Что Она Была И Красивая И Богобоязненная И Наша Глава Как раз Начинается С таких Слов Хаей Сара Да И Было Жизни Сары Сто И Семь Лет Это Годы Жизни Сары И Здесь Очень Много Можно На одну Эту Фразу Говорить Очень Долго Но Я Очень Коротко Вот О чем Здесь Как бы Ну Такой Выживку Сделать О чем Здесь Говорят Наши Мудрецы Что У Сары Как бы Было Две Жизни Почему Здесь Было Жизни Сары Годы Жизни Сары Зачем Такая Тавтология Повторения Потому И Почему Не Сто Двадцать Семь Одной Цифрой А Сто И Двадцать И Семь Лет В общем Здесь Выражается Такая Идея Что У Сары Как бы Было Две Жизни Это То Что Связано С ее Душой И То Что Связано С ее Телом И Физическими Материальными Действиями Две Жизни Внутреннее Вот Это Наружное И Что Она Была И Красива И Богобоязнена То О чем Мы С вами Говорили Что Она И в сто Лет Была Красива Как В двадцать И Была Безгрешна Как Всем Богобоязнена И Красива И Жизнь У нее Такая Была И Поэтому Наша Глава Она И Называется Жизнь Сары Хотя Дальше Идет Речь О ее Смерти Что И Умерла Сара И Это Дает Нам На самом Деле Большой Урок Чтобы Мы Тоже Взяли Отсюда Пример Потому Что Все Что Есть Еще Например Человек Может Прожить Там Сколько Это 80 Лет Но Жизнью В понимании Всевышнего Может У него Было 10 Лет А Может Три Последних Года А у Нее Все 127 Лет Все Это Всевышний Это Жизнь Возьмите С этого Пример Что Сам Всевышний Говорит Что Вот Это Были Годы Жизни Вот И Мы Видим Что Вот Был Момент Когда Они Пришли Вы Несколько Эпизодов Из жизни Сары Вот Что Когда Они Пришли В Египет И Авраам Посмотрел На нее И Говорит Вижу Я Что Ты Женщина Красивая И Там Многие Комментаторы Вокруг Этого Очень Много Интересных Описывают Ситуации Поэтому Я Вас Побуждаю Чтобы Вы Сами Брали Тору С Комментариями И Вот Наши Книги Вот Эти Жизнь По Торе Там Есть Комментарии Каждому Уроку Поэтому Вам Будет Интересно Самим Это Изучать Вот И Объясняет Что Авраам Посмотрел Один Комментарий Самый Простой Говорит Что Они Шли По Пустыне Они Находились В Дороге Что Это Такое Время Когда Женщине Трудно За собой Смотреть Нет Ни Душа Нет Ни Косметики Возможно Ну Все Это Усложняется Все Это Усложняется Но Что Даже В таком Трудном Переходе По Пустыне Она Умудрялась Всегда Соблюдать Ну Какую То Красоту Какую То Женственность Да И Следила За собой И Авраам Это Заметил Он Это Оценил По Достоинству Это Показывает Нам С другой Стороны Хороший Урок Для Женщин Как Сегодня Рисуют Ну Любят Женщины Подколоть Друг Друг Да Что Когда Куда-то В гости Иду Красиво А Когда Муж Могу Ходить Как Попало Так Вот Эта Ситуация Как Раз Когда Ну Тут Такого Не Было Скажем Так Это Очень Важный Момент Вот И Знаете Иногда Люди Считают Неправильно Что Как Неряшливость Это Считается Часть Религии Ну Так Преподносят Многие Это Нет Такого Религиозной Установки Но Есть Такое Бытовое Мнение Что Когда Человек Религиозный Может Ходить Как Попало Ну В Черном Вес Или Еще Как Краситься Нельзя То есть Есть Разные Религиозные Вещи Да Но Мы Видим Что Это Нет Такого В Примере Вот Сары Которые Всевышний Нам Показывает Как Пример Вот Следующий Момент Ну Она Была Человеком Богобоязненным Сказано Да Что Это Значит Она Была Верная Богу И Верная Мужу Верная Мужу Потому Что Когда Она Пошла Замуж То Это Наложило На Ну На Практике Часто Когда Мы Разбираем Такие Темы Часто Женщины Задают Такой Вопрос Ну Хорошо Это Пример Того Когда Она Пошла За Авраамом Но У нее Был Муж Достойный Божий Человек Понятно За таким Мужем Легко Идти Очень Правильный Вопрос Очень Справедливый Вопрос Вот Но Мы Не Сможем За Пять Минут Каждый Случай Он Конкретный Ну Я Хочу Сделать Ну Один Важный Аспект Что Когда Мы Учим Тору Тора Дана Для Того Чтобы Добавить Свет Что То Исправить Что То Дополнить В душу Человека В его Разум Да И Человек Всегда Это Сможет Применить И Позитивно Как-то Использовать Человек Который Ну Считает Что Тора Дает Чтобы Его Как-то Упрекнуть Или Чтоб Он Омрачился Это Неправильное Восприятие Тора Дана Только Для Того Чтобы Тора Ор Это Свет Тора Ор Это Свет Да И Чтобы Что-то Добавить Поэтому Когда Мы Рассматриваем Такой Пример Как Эталон То Это Не Значит Что У Нас Все Так Но Каждый Может Себе Взять Какой-то Аспект И Что-то Светлое Добавить Что-то Исправить Что-то Ну Дополнить Свою жизнь Что-то Поменять Да А кто-то Может И как-то И кардинально Что-то Поменять Да Потому Что Может Кто-то Увидеть Что Ну Действительно Ну Что-то Неправильное Надо Резко Менять Вот Как Авраам Сарай Да Когда Всевышний Когда они Увидели Что Вокруг Них Что-то Не Так Так Они Что Сделали Она Она Пошла Замужем Но Пошла Куда В Новое И Это Ей Еще Больше Делает Достоинства Потому Что Мужчине Проще Он Взял Чемодан И Пошел А Женщине Сложнее Женщина Привыкла К дому Женщина Привыкла К комфорту Так Ж Ей Очень Сложно Но Это О чем Говорит Что Есть Сила Ну Двинуться Что-то В новое С И Поменять И Всевышний Обязательно Поможет Они Вышли Из Комфорта Они Вышли Из Привычной Жизни Потому Что Иногда Надо Выйти Из Привычной Жизни Что-то Поменять Чем Загнуться В Этой Привычной Жизни Я Считаю Что Это Очень Хороший Пример Умение Двигаться За Мужем Умение Двигаться В Новое Выйти Из Потому Что Неизвестно Если бы Они Там Остались Кем Выросли Их Дети И Как Сложилась Их Дальнейшая Судьба Что Мы Видим Дальше Что Очень Тоже Важный Момент Как Показывают Достоинства Сары Что Она Вместе С мужем Проходила Всевозможные Испытания А Иногда Даже Проходила В главной Роли На Долю Авраама А Когда Мы Рим Авраама И Сары Тоже Потому Что Когда Приходит К одному То Приходит На Всю Семью Так же Приходят Вот Эти Проблемы И Давление Вот И Мы Посмотрим Вот Пару Эпизодов Таких Интересных Только Авраам Заключает Завет Всевышним И Всевышний Говорит Ему У тебя Будет Все Хорошо И Там Дает Ему Какие Обещания И Следующая Строчка Прямо Вторе С Чего Начинается Что Настал Голод В Этой Стране Вот И Мнение Комментаторов Разделились Правильно Ли Авраам Сделал Что Он Пошел В Египет Есть Комментаторы Но Это Очень Маленькое Число Комментаторов Которые Утверждают Что Ему Не Надо Было Спускаться В Египет Вот Но Большая Часть Считают Что Так И Да Надо Было Вот И Они Пошли В Египет И Интересно Что Этот Случай Потом Повторяется Точно Такой же Они Вначале Оказываются В Египте А Потом Они Оказываются В Плиштии То Что В Торе Называют Народ Филистимлян Да Тут Египетский Фараон Там Авимелых Царь Плиштии Вот Но Ситуация Примерно Одинаковая Мы Сейчас Разберем Что Происходило В Египте Вот А потом Немножко Сравним С тем Что Происходило В Плишти Потому что Это было Два Очень Серьезных Испытания Но Испытания Больше Были Для Авраама Вот Но Главной Роли Выступила Сара О чем Идет Речь Когда Они Приехали В Египет То Медраж Говорит Что Авраам Взял Сару И Спрятал Ее В сундук Но Таможенники Нашли Ее В сундуке Да Видели Сейчас Как Баржи Иностранцы Куда-то Когда Они Хотят Попасть В баржи В трюмах Да То есть Эта идея Она И сегодня Так же Самая Но Таможенники Нашли Вывели И Тогда Они Увидели Что Она Красива И Начали Восхвалять Ее Такая Под стать Царю То есть Без Разговора Вот Представьте Немножко Так Провизуализируйте Картину Это Жена Авраама А таможенники Уже решают Как ее Доставить В гарем Фараона Да И тогда Они решают Авраам Скажи Что ты Сестра Моя Не говори Что я Твой Муж Да И очень Сложное Явление И дальше Если мы Посмотрим То ее Забирают К Фараону Да Если кто-то Знает Дальнейшую Эту Историю Но Все люди Фараона Они Сразу Заболели Венерической Болезнью Специальные Комментаторы Говорят Такой Заболели Венерической Болезнью Что они Не могли Делать Интимные Отношения Им Было Не до Этого Причем Все Слуги Все Рабы Фараона И он Понял Что тут Что-то Не так Он Позвал Авраама И он Понял Что здесь Что-то Связано С Небесными Силами Да И потом Он Сказ Забирай Свою Жену Дал Ему Большие Богатства Сказано Что Дал Ему И Там И Работников Дал Ему И верблюдов И ослов И овец То есть Если Вот Как бы Понять По-современному Что Через Этот Эпизод Авраам Сарой Стали Олигархами Можно Так Сказать Да Очень Богатыми Людьми Через Вот Эти Трудности И так И сказано Что И благословил Бог Авраама Через Жену Его Сару То есть Фактически Почему Говорят Что По-еврейски Бог Дает Богатство На Жену Но То В этом Есть Большая Доля Правды Когда Муж И Жена В Единстве А Так Как Авраам Они Служили Всевышнему Да То Это Был Такой Вот Интересный Эпизод Который Можно Очень Сегодня В Наше Времени Ну Как-то Обобщить Но Я хочу Немножко Выразить Какая Была Ну В чем Заключалось Испытание Часто Я слышал Такие Комментарии Говорят Что Авраам Струсил Или Еще Что-то Ну Люди Есть Такие Комментарии Но Я хочу Вам Предложить Вот Более Глубокую Идею То Что Говорят Наши Мудрецы Вот Например Представьте Вот Бывают Безвыходные Ситуации Ну Бывает Человек Попал Безвыходная Ситуация Например Когда Евреи Выходили Из Египта Вот Там Они Уже Все Сделали Уже Все Свое Фи Сказали Фараону Вышли И Что Впереди Закрытое Море А Сзади Конится Фараона Ну Безвыходная Ситуация Так Вот Наши Мудрецы Объясняют Что Тут Тоже Была Безвыходная Ситуация Если Не Смотреть Поверхностно Что На самом деле Произошло Ну С Авраамом И Сарой Египет Того Времени Имел Одну Особенность Там Запрещено Было Считалось Большим Позором И запретом Спать С замужними Женщинами Ну Так Как Египтяне Ну Заниматься Интимными Отношениями Да С замужними Женщинами Полный Запрет Это Считалось Очень Вульгарно В Египте Да Но Так Как Народ Был Безбожный Были народ Идолопоклонников Они Просто Выходили Из положения Когда им нравилась Женщина Они убивали Мужа И потом Можно было Спать Уже С вдовой И это Было На уровне Всего Государства Это была Идея Целого Ну Такая Государственная Идея Была Там Был Разврат Но Разврат Был Вот С такими Тонкостями Поэтому Объясняют Наши Мудрецы Что Если бы Они С Сарой Так Не сделали Было Было Два Исхода Сару Все равно Забирают Потому Что Они Уже Увидели Что Она Нужна Царю Такая Фараону Ее Забирают Авраама Убивают Или Ее Забирают Авраама Наоборот Считают Что Он ее Брат То есть Он Не Конкурент И Наоборот Дают Ему Колым Дают Ему Богатство Типа Как Приданное К свадьбе Поэтому Третьего Варианта Не было Все равно Сару Забирают И так И так И есть Выход Или Авраама Сразу Убивают Или Его Оставают В живых И тогда Конечно Деваться Некуда Они Приходят К второму Решению Вот И Сара Говорит Я его Сестра Вот И идет Туда К фараону Что Нам еще Говорит Комментарий Что Это же Были Особенные Люди Они Были Пророческого Так Сказать Духовности Пророческого Они Видели Невидимое Вот И Объясняют Нам Наши Мудрецы Что С Сарой Ходил Особенный Ангел Хранитель Который Не ходил С Авраамом У нее Был Свой Персональный Ангел Хранитель И Авраам Это Знал И Сара Это Знала Она Знала Свою Духовную Силу У них Была Связь С Всевышним Они Были В завете С Всемогущим И Поэтому Когда Они На Такой Решились С Одной Стороны Безвыходная Ситуация С Другой Стороны Доверие Богу И Когда Сара Туда Пришла Она Помолилась Всевышнему И Ангел Поразил Всех Вот Этих Вот Людей Вот Такая Интересная Сверх Естественная Немножко История Да Вот Дальше Сказана Вся История Расписана Что Она Была Взято В дом Фараона И Аврааму Благотворили Ради Нее И Был У него Мелкий Крупный Скот Работники Рабы Рабы Ни В то Время Назвались Ослы И Верблюды Да Теперь Немножко Хотел Это Приземлить Вот В Сегодняшнее Время Сегодня Тоже Есть Стереотипы Такие Которые Даже Сегодня Разрушают Многие Жизни Потому Что Люди Не Совсем Понимают Вот Сегодня А жена Уже Там Как Получится Но Есть Такая Идея Что Муж Должен Зарабатывать Больше Что Он Должен Принести В дом Идея Конечно Интересная Но По Торе И По Жизни Мы Видим Что Она Не Всегда Так Получается Это Хорошо Когда Так Но Так Не Всегда Бывают И Бывают Эпизоды Когда Совсем Не Так Но Когда У Голове У Человека Есть Такой Сами Женщины Они Начинают Иногда Бывают У мужа Не Идет С Работой Что То Не Получается Это Может Быть Какое То Время Что То Пошло Не Так Но Из За Того Что У Женщины Есть Стереотип Какой То Определенный Она Начинает Не Уважать Его В Своих Глазах Она Начинает Неправильно Мыслить Об Этому Почему У У нее Есть Стереотип А Если Мы Посмотрим На Сару То Тут Можно Увидеть И Другой Момент Она Пошла В Светскую Жизнь Она Рисковала Там Всем И Написано Что Она Разрушила Дом Фараона Она Не Просто Там Находилась И С ней Ничего Не Случилось Она Еще Разрушила Их Идеолог Они Во Всевышнего Поверили А С Ничего Не Случилось И Слабый Пол Оказывается Когда Нужно И Когда Всевышний Помогает И Когда Есть Особенные Небесные Силы То Женщина Может Сделать Даже Больше Чем Мужчины Иногда И Это Был Особенный Эпизод И Сказано Что Он Благословил Ее И Дальше Они Что Когда Они Оттуда Вышли Фарон Сам Их Выпроводил Довел До Границы Чтобы Их Никто Не Обидел Он Уже Боялся Бога То есть Они Поверили Во Всевышнего В этот момент А Еще Наши Мудрецы Говорят Что Это Стало Хорошим Примером Для Будущих Поколений Что Когда Потом Еврейский Народ Попадет В Египет Понимая Силу Сары Что Ни Одна Женщина Никогда Не Была Опозорена Но Опорочена И Египтяне Женщины Несла Как Пример Для Еврейских Женщин Которые Потом Оказались В Египте Я думаю Сегодня Если Понять Что Сара Тоже Была Мать Множества Народов То Сегодня Это Есть Пример Ну И Для Женщин Взять Какие-то Правильные Ну Полезные Вещи Отсюда Вот Теперь Немножко Можно Сравнить Это С вторым Моментом Ситуация Повторяется Они Приходят В Плештин И Та же Самая Ситуация На границе Люди Спрашивают Это Женщина Твоя Сестра Или Она Твоя Жена И Сразу Сказано Что Авраам Увидел Что Не Было Богобоязненности В той Стране То Видите Когда Духовный Человек И Он Понимает Что Происходит И Второй Момент Объясняет Нам Медра Что Он Услышал Разговоры Между Чиновниками Что Они Не Уважают Своего Царя И Они Сразу Поняли Что Нет Богобоязненности В этой Стране И Они Делают Точно Такую Же Ситуацию Как Говорится По Старой Схеме Она Обратно Говорит Что Она Его Сестра Ее Обратно Забирают Ковимелыху Но Тут Чуть Другая Ситуация Ночью Всевышний Приходит Во сне Ковимелыху И Говорит Ты Забрал И Тот Проснулся Он Говорит Я Сделал Это В Просто Сердце Я Для Нее Я Не Притрагивался Он Вызвал Авраама Говорит Забери Свою Жену Еще И Обиделся На Него Почему Ты Меня Не Предупредил Ведь У нас Не Такая Страна Как У Фараона Там Полные Язычники А Мы Нет Мы Почитаем Всевышнего И Мы Видим Что Действительно Чуть Другая Ситуация Потому Что С Фараоном Всевышний Не Разговаривал Он Просто Поразил Его Сразу А К Авимелаху Всевышний Пришел Во сне Предупредил Его И Когда Авимелах Проводил Он Тоже Дал Им Те Самые Подарки Тоже Дал Богатство Он Говорит Останьте Жить В Моей Стране Вас Тут Никто Не Тронет То Немножко Другая Ситуация Да Но Авраам Тоже Разбирался Видите Как Он Ему Сказал Говорит Смотри Ты Сам Царь Богобоязненный Но Все Твои Подданные В Твоей Стране Они Не Богобоязненные Поэтому Мы Сыграли Такую Же Комбинацию Потому Что Ты Не Мог Рассмотреть Твои Слуги Твои Подданные В Стране Они бы Надругались Над Ней Ну Что Мы Можем Здесь Увидеть Что Ну Во Всех Вот Этих Вот Ситуациях Во Всех Этих Ситуациях Они С достоинством Проходили Эти Испытания А Теперь Я Немножко Хочу В Наше Время Все Таки Окунуться Вот Знаете Больше 20 лет Я верю Во Всевышнего Вот И Я Заметил Один Неправильный Синдром Синдром И Он Наверное Есть Ответом Не такой Как Авраам Что Делать Если У Меня Жена Не Такая Как Сара Как Что Делать А Я Был Совет Таким Людям Так Включите Своего Мужа Включите Свою Жену Да Включите Потому Что Есть Очень Серьезный Пример Вот Мы Можем Даже Его Рассмотреть И Сравнить Например Лота Со Своей Женой Вот Лот же Тоже Был Богобоязненный Мы Развивать Монотеизм Стали Примером Для Многих Что Такое Служить Богу А Тот же Сам Лот Вот Он Пришел В Содом Женился На Содомитянке И О чем Это Речь У Них Были Разные Ценности У Него Были Ценность Гостеприимства Как У Авраам Она Не Хотела Терпеть Гостей Даже Соли У Него В Доме Не Было Если Кто Знает Этот Медраж Специально Чтобы Не Было Говорят Что Не Было Сохраненных Продуктов В Доме Чтобы Не Было Гостей Даже У Нее Предусмотрено Не Было Что Быть Гостеприимной Она Не Разделяла Ценности Своего Мужа Абсолютно И Что У Них Получилось Но Это Уже Я Могу Сейчас Сам До Фантазировать Что Возможно Это Мое Мнение Но Они Могут Переориентироваться На Ценности Есть Какое Основание На Которое Можно Строить Все Остальное Но Это Основание Это Вера Во Всевышнего И Стараться Жить По Его Заповедям И Поэтому Когда Муж Больше К этому Расположен Надо Включить Свою Жену Когда Жена Больше Расположена Надо Постараться Включить Своего Мужа В Первый Что Такое Возлюби Ближнего Поделись Ближним Своим Самым Главным Обобщите Чтобы У вас Была Одинаковая Вера Чтобы Вы Строили Все Свой Фундамент Воспитывали Своих Детей Иначе Ничего Не Получится Иначе Как у Лота Жена Все Время Оборачивалась На Содом А ему Пришлось Уходить И Концовка Все Его Богатство Ни О чем Дети Не Воспитал Ничего Все Разрушилось В пухе Прах Почему Что Строить Нужно На Одном Основании И Поэтому В нашей Главе Есть Интересный Момент Как Авраму Пришло Время Женить Своего Сына Ицхаку И он Берет Своего Помощника Илиезера И он Посылает В определенную Страну Найти ему Там Невесту А что Тут Нет Невесту Нет Дочери Кнана Они Развращенные Они Распущенные Такую Жену Моему Сыну Она Не Подходит Пойди Возьми Там Определенных Ценностей Девушку Да Почему Потому что Это очень Важно Вот для Молодежи Например Это очень Важно Да Кто еще Не ошибся Кто У кого Есть еще Время Правильно Построить Правильно Жи Вот я Всегда Молодежи Говорю Выбирайте Девушку Верующую Богобоязненную Это Главная Ценность Все остальное Вокруг Этого Можно Построить А вот Эта Ценность Это Очень Важно И Эта Ценность Должна Проявиться До того Как Вы Женитесь Или Выйдите Замуж Друг Для Друга И Откуда Мы Это Учим Мы Учим Аврам Целую Экспедицию Посылает Чтобы Его Сыну Нашли Правильную Жену Чтобы Они Могли Потом Построить Богобоязненный Дом И Еще Мы Что Видим Ну Важное То Что Сара Показывает Нам Пример Что Ей Приходилось Быть Жесткой Иногда Вы Знаете У нас Сегодня Тоже Прививают Нам Как Бы Образ Вот Этой Женщины Барби Такой Мягкой Все В розовых Тонах Такая Нежная Она Вся Да Это Хорошо Но Если Мы Посмотрим На Жизнь Сары Ей Приходилось Принимать Жесткие Решения Жесткие Решения И Даже С В пустыню Там Сложные Ситуации Но Что За Этим Всем Стояло Она Хотела Сохранить Веру В Бога В Своем Доме Она Должна Была Увидеть Потомство Которое Они Так Ожидали Богобоязненное Которое Продолжит Их Путь Продолжит Миссию Служения Всевышнему И Это Было Главной Целью Ее Жизни Поэтому Мы Сегодня Берем С Может Постепенно Потихонечку Взять Это Все В Свою Жизнь Потихоньку Применить Вот Это Доверие Богу Распространить Это На Свою Семью Распространить Потихоньку Воспитание Своих Детей Передать Вот Эти Ценности И На Этом Основании Строить Вот Ну И Последний Как Б Хотел Б Такой Как Б Ну Поделиться Своим Пониманием Где Здесь Урок Для Всех И Для Каждого И В Любом Поколении Что Никогда Не Поздно Начать Вот Сделать Что-то Правильное Положительное Вот Как Они Выйди Из Этого Урока С Дим С Халдейского Выйди Своего Прошлого И Из Чего Выйди Из Вчерашнего Неполучившегося Потому что Не надо Там Оставаться Надо Уметь Выйти Оттуда Довериться Богу Попросить Его Помощи Двигаться Вперед Вы Знаете Я Просто Вспоминаю Как Я Оказался Верующим Человеком Мы Уже Встречались С моей Женой У нее Не Было Детей Ей Поставили Диагноз Бесплодие У меня До сих пор Дома Это Справка Есть Да И Мы Там Лечились Много Я Из Этого Только Поверил Во Всевышнего Ну С ней За Компанию Потому Что Врачи Нас Приговорили И Сказали Вам Поможет Только Чудо Ну То Все Что Могли Медикаментозно Они Сделали Вам Поможет Только Чудо А Что Такое Чудо Где Его Искать Я В то Время Не Очень Понимал Вот Поэтому Умные Люди Научили Нас Помолиться Всевышнему И Сказать Всевышний Прости Нас За Все Ну В первую Часть За То Что Мы Никогда С Тобой Не Поддерживали Отношения Ну Я По Крайней Мере Жена Как-то Пыталась По Своему Вот Ну Хоть Слабенько Как-то Но Пыталась Я Не Пытался Никак И С тех Пор Вот Он Ответил На Моливую Через Девять Месяцев У нас Родилась Первая Дочка Вот Сегодня Ей Уже Двадцать Лет Слава Богу И Потом Еще Пять Да Поэтому Слава Богу Что Всегда И Мы Все Изменили В своей Жизни Абсолютно Вот Абсолютно Все Поменяли Поэтому Вот Эта Вот История Про Сару Она Очень Даже Решаема В жизни Каждого Человека Вот Что-то Взять Отсюда И Потихонечку С верой В Бога И Что-то Начать Менять И Что-то Дополнить Все Молитвы Они Действуют Все Всегда Дают Силы Чтобы Человек Мог Начать По-новому Будьте Здоровы Всем Хорошей Недели Всего Хорошего Дальше Дальше Я хочу Селать Объявление Моих Друзья